Здравствуйте, дорогие подписчики и зрительного канала, с вами снова Кромл, и не так давно Монтейлы дали нам возможность посмотреть на геймплей игры. Целых 15 минут я сделал субтитры к видео, которые мы сейчас будем с вами смотреть, но он, конечно же, не идеально, мои субтитры, там есть где-то наверняка ошибки и так далее, но в принципе я передал весь смысл нормально, я надеюсь. И мы сделаем с вами то, что я обычно не делал. Мы сделаем с вами некий обзор или аналитику на те 15 минут, которые нам предлагают посмотреть. Там есть действительно на что посмотреть, и давайте мы с вами посмотрим на это, потому что мы должны знать, что нас с вами ждет, правильно? Тем более все очень просят у меня четвертый сезон, ну давайте хотя бы 15 минут я вам подарю вместе. Ну что, поехали. Лимит скорости 30 км в час у них. А, нет, у них же не метрическая система, правда? Не 30 км в час, а что это такое? Ну ладно, не важно. Что мы видим с вами? Неплохая детализованность в начале, да, игры, это уже неплохо. И это еще не все, на самом деле, она куда? Детализирование, то есть в этой части сделали большой акцент на детали. Смотрите, вот прямо сейчас, видите, это вау просто, волосы, это буква Д, это все движется, то есть ребята явно запарились. Я надеюсь, во всей игре будет так, действительно, такое внимание к деталям, которые мы наблюдаем с вами в начале. Я уже это видел, я уже делал перевод, но типа, каждый раз как первый, серьезно, это просто шикарно. Что ты делаешь, Растяпа? Притворяю, что боли есть. Да их нет, и это плохо. Мне не нравится Растяпа. Я слишком большой. Говноптица лучше? Нет. Это, что это значит? Ты говноптица. Что не так? Эйджей? Голоден. Держи, почитай пока. Журнал. Я не хочу. Отвлечешься от живота. Разогреть духовку. Положить пороженое. Ванильные бобы положить на сковородку. От этого ты еще больше проголодаешься. Что у нас тут еще есть? Снеки, держи. Это все, что у нас есть. А что насчет тебя? Давай, ешь. Найдем что-нибудь еще очень скоро. Я поверю тебе. Стоит отметить уже по этим кадрам, что Эйджей довольно хороший парень растет, скажем так. Сейчас я быстренько остановлю, просто надо это сказать, это очень важно. Как мы видим с вами, Клементина, судя по всему, занимается воспитанием Эйджей, как минимум. Да, еще будет видео моменты, где это будет показываться. То есть, понимаете, вот Ли воспитывал Клементину, да, вот эту девочку. И получается, что вот как раз таки вот это воспитание, оно передается. Передается Эйджейу. То есть, видите, Клементина воспитанная Ли. То есть, кому за это надо спасибо сказать, Ли? И насчет Ли еще я кое-что думаю. Мне кажется, вот так как это последний сезон The Walking Dead, Этого чувака, этого сукина сына, боже мой, Ли знают все абсолютно. Поэтому, скорее всего, я думаю, что будет как минимум одна, ну хотя бы флешбэк. Отсылка, вот 100% будет какая-то отсылка к слову Ли. И по-моему даже, я не помню, в этом видео есть Ли? По-моему, что-то есть про Ли. А нет, это было не там, это было в New Frontier. Нет, здесь этого не будет. Но, как минимум, должна быть отсылка к Ли, это точно. Но я надеюсь, и скорее всего, я так думаю, что будет флешбэк. Если вы тоже так думаете, я очень хочу почитать ваши комментарии, потому что по-любому будет эта отсылка. Потому что, смотрите, персонаж с первого сезона по последней идет, понимаете? Крементина. То есть, должна быть какая-то еще, должно быть что-то еще. Я просто уверен, что должна быть какая-то отсылка. И отсылка к другим вообще персонажам. К тому же Кене, всем остальным, это по-любому будет. К сожалению, здесь ничего такого нет. Это просто 15 минут. К сожалению, ну, здесь не так много, как... Давайте продолжим. В общем, ладно, я очень долго могу об этом говорить. Давайте просто посмотрим. Это просто реально шикарно. Эти первые 15 минут, они просто завораживают. Серьезно. Крементина и наш дружок Эджей. Мы сделаем это? Думаю, да. Выглядит чистым. Мы сделаем это. Эйджей уже доверяет оружием. Ну, Крементина учит его. На самом деле, в зубе апокалипсисе учиться надо с самых малых лет, естественно. Это так, иначе никак. Потому что в этом мире по-другому не выжить. Естественно, обучение началось уже, я не знаю. Хотя мы помним с вами, что Эджей очень долго не разговаривал. Даже будучи... Ну, когда ему было годика два, наверное, или один, он не мог разговаривать. Хотя он уже должен был сдавать. Вода тоже понадобится. То есть, ну, я не знаю, как вот это вот все к этому относиться. А тут Эйджей прям так хорошо разговаривает. Мне кажется, будет момент, где объясниться. Ну, будет же... Есть же момент... Вот, чем закончился третий сезон? Простите, опять за паузу. Нужно сказать, это аналитика. Поэтому мы должны много говорить, сами рассуждать. Смотрите. Был момент в последнем сезоне New Front. Ну, когда вот эта развязка произошла. И Крементина пошла за Эйджеем. Все. Нет нигде того, как они встретились. То есть, помните этот великолепный уход, как Крементина в последнем эпизоде уходила из... Ну, типа, за ним, за Эйджеем. Этого не показалось. Естественно, это будет в этом сезоне. Я просто тоже в этом уверен, что абсолютно... А будет в этом сезоне показано, каким образом Крементина отвоевала Эйджея к себе обратно. То есть, это очевидно. То есть, вот что нас с вами ждет. Найти еду. Хорошо. Давай найдем еще много еды. Дружелюбные, звоните в колокол. Что это значит? Это значит, что люди услышат колокол, будут стрелять первыми. Так. Если вы видите, вот видите этот значок, который написан, вот этот вот, то если вы это видите, значит, это действие может повлечь за собой последствия. То есть, теперь это выглядит именно таким образом. И никак иначе. Что ты делаешь? Крементина на опыте, она уже все понимает. Ну и она, собственно, приманила всех зомби. Это и есть последствия, которые, ну, вызвало этот колокол. То есть, возможно, не звонить в него, можно как-то по-другому это сделать. Может быть, из-за этого что-то случится. То есть, очень много вариантов, как всегда. ЛТЛ предоставляет такие интересные развязки, возможности, события могут произойти совершенно иначе. Другие. Если бы мы не полонили в колокол, мы бы не знали, что здесь есть зомби, понимаете? Ну, то есть, он бы... Стоит сзади. Он мог бы напасть на нас как-то неожиданно, когда мы этого не знали. По сути, это хорошее событие, которое произошло. Теперь... Вот, кстати, нам дают возможность посмотреть, каким образом работает боевка в игре. Видите, это стан, а это убийство. То есть, теперь... Теперь зомби, видимо, можно только так убивать. То есть, есть выбор всегда. Хорошо, готово. Ты все еще со мной? Все еще здесь. Не укушен. Дальше пошли туда. Теперь можно станеть противников, а потом добивать так, как нас учила Джейн, собственно. Как мы с вами помним. Теперь это всегда применяется, судя по тому, что я буду видеть именно вот в этой, ну, части геймплея. Это будет очень ярко видно. И сейчас будет еще кое-что, на что нам стоит обратить внимание. Боже, какая классная картинка, да? Типа вот... Все стоит... Ну, у них всегда на высшем уровне передачи картинки. Это они всегда могли. Вот, что меня заинтересовало. Видите, вот этот вот... Костяное ешь. Я не знаю, что это такое. В общем, скелет, ну, голова, череп какого-то животного. В общем-то, я думаю, что это неспроста. Это неспроста, потому что есть несколько мест вещей, где этот... Вот что-то подобное. Даже на куртке у Клементина есть такая вещь. Я вот просто сейчас вам покажу, все это будет в видео. Вот будут отрезки. Даже на тизере был момент, где она в этой куртке. И у нее тоже такой же символ. И вот прямо сейчас у нее такой же символ на куртке находится. То есть, в виде этого же скелета. То есть, именно, понимаете? Это неспроста. Это просто... Это что-то есть в этом. Видите? Вот, я сейчас остановил видео. И вот что-то подобное вы видите и наблюдаете сейчас на куртке. Я где-то уже в каких-то видео видел, где это обсуждалось. И типа, вот такое. Я не знаю, как к этому относиться. В общем, такое. Коллектор. Теперь можно собирать всякие интересные вещи, судя по всему. В игре. Раньше такого не было. Это точно. Теперь у вас можно даже какие-то ачивки насчет этого. Будут найти всякие фигнюшки и так далее. И типа, окей. Закрыто. Сейчас будем ломать. Так. Нормально. Легко поддалось. Что мы будем делать внутри нового места? Искать монстров. Что потом? Ну же. Ты помнишь. Мы... Внутри нового места проверяем окна. Верно. Ууу, крипи. Ой-ой-ой. Люди. Привязанные. Монстры. Привязанные. До нас не добраться. Что-то подобное мы с вами уже видели в других... Нет, они не могут. Что-то... Это что-то такое драматичное, скажем так. Это было уже как-то показано в некоторых... А окна заколочены. Ну, типа, с окнами разобрались. Здесь заперто. Дверь безопасности. Так, это не открыть. Я знаю, ты голоден. Я тоже. Мы что-нибудь найдем. Я обещаю. Так, ну и сейчас будет возможность найти, как войти в ту дверь. И сейчас мы будем с вами пытаться это сделать. Ну, как, покажут это здесь, к сожалению, не мы. Мы только смотрим. Вот эта парочка. И мы находим здесь записку. Сейчас, собственно, драма раскроется. Пожалуйста, не трогайте нас. Мы так хотели. То есть, эти люди преднамеренно себя убили и связали перед этим, чтобы не навредить другим. Но, судя по тому, что мы это... И тут же мы находим, собственно, то, чем они себя убили. Это... Атрала. Именно. Они сдались. Они покинули мир вместе. Держать за руки в своем доме. По-своему. У нас есть дом? Посмотрим. И вот из этого тоже можно сделать вывод, что на данный момент у Клементины и у Эй-Джея нет своего дома. То есть, они постоянно находятся в пути, как это было в третьем сезоне. Постоянно в пути, никогда не останавливаясь. То есть, Эй-Джей очень хочет где-то сесть, а Клементина рассуждает. То есть, я так понимаю, ну, судя по этим словам, в игре будет такая дилемма. То есть, Эй-Джей будет хотеть где-то сесть, а сесть, скажем так. Но вот Клементина будет об этом думать. То есть, мы будем искать периодический дом. Возможно, у нас нет дома, потому что нас его отжали. Возможно, был в каком-то байкерском доме, я не знаю, клубе. Ну, как тусовки людей с какими-то, может быть, выжившими. Потом я от них отделился, и поэтому у меня нет дома. То есть, теперь можно думать все что угодно, да? К сожалению, мы этого пока не знаем. Но точно у нас нет с вами дома. Это уже можно говорить прям однозначно. И мы каким-то образом ищем его или не ищем. Но это уже мы узнаем по ходу игры. Это открывает замок. Это не так не получится. Он нам так просто не даст ключа. У тебя есть ключ? Это рискованно. Может пройти в дверь иначе? Давай смотримся. Давай будем маленькими. Под маленькими, наверное, имелось в виду что-то другое. Поэтому, видите, я, как и говорил, мой перевод, он не идеален. Есть где-то моменты, которые я не смог перевести и доставить. Ну, правильно. Слишком маленький проем. Ну, для меня. И ключ или проем? Есть варианты. Там темно. Давай убьем монстров. Они не люди. Но они были людьми. Они просили их не трогать. Так что лучше? Можно убить людей, а можно засунуть Эйджей туда. Эйджей, мне нужна твоя помощь. Мы выбрали, естественно, засунуть его туда. Там? Нам нужно знать, есть ли внутри еда. И ты должен быть смелым. Ладно, я буду смелым. Эйджей, молодец. Действительно, довольно взрослый. Подсади меня. По-моему, Клементина в его возрасте была куда трусливее. Осмотри ту закрытую дверь. Понял. Но при этом она тоже открывала всякие такие страшные... Ну, мы же помним, как она залезала в вентиляцию во втором сезоне. Или это в первом было. Простите, я забываюсь уже. Я уже начинаю путать очень много Волки Гдеда в моей голове. Но в тот момент я помню хорошо. Эйджей! Клементина начала успокоиться. Ты должна это видеть, Клем. Клементина беспокоится за Эйджей. Это материнский инстинкт проявляется в ней, судя по всему. Ну, иначе это не назвать, потому что она реально очень сильно заботится. Так как о ней заботился Клей. Мы можем тут остаться? Посмотрим. Видите, Эйджей все время пытается найти дом. Нет никого. Вообще никого нет нигде. Всегда монстры. Людей осталось мало. Это грустно. Сколько их было? Очень много. Что это такое? Пуля. Только пара пуль. Ты помнишь, что мы говорили? Ты знаешь. Коментин обучает Эйджей. Никогда не сомневайся. Верно. Давай, продолжай искать. Эти те самые слова, по-моему, которые говорил Ли. Там, по крайней мере, есть строка, который говорил ей Ли. О, кстати, здесь тоже можно видеть очень хорошо этот символ, который похож на тот. Тот. Это байкерский какой-то, Сильвер, что-то, сталью. Я не знаю, что это такое. Тут наверняка есть что-то съедобное. Надеюсь. Всегда передвигаясь. Там были несколько фраз в первом сезоне, в конце, когда он с вами нули, умирал. На самом деле, испортилось. Прости, приятели. Они мертвые. Как вместе с вами Эйджей ругается. Есть выбор. Либо надругать его за это. Эй, следи за тем, что говоришь. Ты же сказала говноптиц. Не нужно повторять за мной. Видите, то есть, Кребензина каким-то образом воспитывает. Смотри. Опа. Интересно. Там чем-то дует. Внизу что-то есть. Дверь в полу? Да. Наверняка тут что-то хотели спрятать. А ну-ка. Так. Опа. Бинго. Соленье, варенье, еда, судя по всему. Тут куча еды. Да. Это оно. Неделями можно питаться. Ооо, и вот оно. Граната. Кто-то поставил растяжку на еду. Очень, очень непонятно зачем, правда. Какого черта? Но это не важно. Поверь, граната. Эйджей. Еда, видимо, в зомби апокалипсисе действительно столько полезная вещь, ее уж прям гранатами заделывают. Жесть. Ну, типа, растяжки ставить на еду. Это же вообще. Ну, собственно, вот и зомби. Подоспели сразу же. Монстры. О, черт. Надо обратно к машине бежать. Ты знаешь, что делать. Будь моими глазами, пока я чищу путь. Эйджей прям реально смышленый парень для своего возраста. Очень смышленый. Я не знаю, сколько ему лет. Я все еще не... И вот, собственно, опять боевка. Ну, теперь уже с несколькими зомбями. Мы видим, что возможно делать стан. Делать еще один... Ну, сразу убийство даже. Да, вот так вот. Пока тот застаненный. И он только встал, и можно второго убивать. То есть, видите, и тут есть целая система работает теперь. Это хорошо. Сюда. Бэм. Меня просто удивляет этот парень. Серьезно. Он серьезно... Идем к машине. Он серьезная замена лей, по-моему. Ты посмотри на этого черного паренька, как он играет. Черт. Слишком далеко нож. Давай ключами ему. Они, правда, слишком короткие, чтобы добраться до мозга. И, собственно, мы видим, что она не убивает их, к сожалению, ключами. Пошел вон, говна кусок. И закрыть быстро. Туда. Да. Но при этом ключи остались, как мы понимаем, сами уже не у ней. Потому что она их воткнула куда-то. Вон они, у того зомби. Так. Снимаем с ручника. И. Шифт. Переключаем передачу. Я не знаю, правда, я не разбираюсь в машинах, но она поехала. Без... Без... Без всего. Каким-то чудом. Держи, говорит, ножик, Клем. Блин, этот реально парень очень-очень смышленый. Ты посмотри. Пошел вон. Ублюдок. Ай-яй-яй-яй. О, вот посмотрите просто, что это? Он... Он реально очень способный, малый. Что он делает? А вообще играет. Бау. Так, зомби прида... О, это тот самый зомби! Смотри, ключи! Те самые, которые нам нужны, чтобы уехать от них. Потому что иначе мы не уедем. Мы съехали только потому, что мы были на склоне. Сейчас нет других возможностей, кроме как взять эти ключи обратно и уехать. Давай сюда, ублюдок. Давай, 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 давай. Завелись, отлично. Машину у нас эти классно. Эй-джей, пристегнись! Пошли вон. Так, и поехали. Я не знаю, откуда у них такая крутая тачка, типа, но... О боже, о боже. О, реально, как первый раз смотрю. Дейджей, стреляй! Нет, не стрельнул. Жесть. Понимаете? И вот это нас ожидает 14-го числа августа. Собственно, ожидаем. Просто ждем. Иначе никак. Просто никак. Ну что ж, дорогие подписчики, вот, вот, собственно, вот он весь геймплей. С вами был Кромла, ребят. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующей серии. Ждем с вами TheWalking. С вами был Кромла, ребят, еще раз, да. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.